Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этом видео я расскажу о том, что стоит ожидать от Xbox в следующем году. Расскажу про новые игры, про поддержку Xbox One и затронем игровую индустрию в целом. Ролик будет насыщенный, и советую его смотреть до конца, чтобы понять истинный смысл. Но перед тем, как мы начнем, напоминая о розыгрыше, которое проходит в нашей группе ВКонтакте, нужно лишь подписаться на группы, на мой канал, и за это вы сможете попытать удачу получить либо игру Cyberpunk 2077, либо геймпад в стиле этой же вселенной. Если что, ссылку на розыгрыш я оставлю в описании. Также, ловите промокодик на онлайн кинотеатр ОКО, который вам даст 45 дней подписки Оптимум всего лишь за 1 рубль. Если что, промокодик работает на всех аккаунтов, где нет активной подписки. Если что, ссылочку на активацию я также оставлю в описании. В общем, ставь лайк, подписывайся на канал, и давайте начнем. А начнем с того, что в сети не так давно появилась вот такая вот картинка, которая нам показывает список того, что мы можем ожидать в 2021 году на свои Xbox. Если что, сразу обращаю ваше внимание, что какие-то игры выйдут на Xbox One, а какие-то нет. Поэтому, если вы хотите убедиться, лучше гуглите название игры или читайте новости. Если же начать рассматривать данную картинку и понимать, какие именно проекты нас ждут, то, к сожалению, многих это может расстроить. Поскольку ААА проектов немного, и, наверное, кроме Halo Infinite, каких-то иных новых проектов я выделить не могу. Если вдруг вам что-то из этого списка нереально нравится, и вы с нетерпением ждете, то напишите об этом в комментариях. Я, кстати, специально сделал акцент именно на новых проектах, поскольку в данном списке можно заметить то, что нам показывали на XO, и которое многим не понравилось. Там был, кстати, тот же Скорн, который был на ПК. Та самая игра про динозавров, которая сейчас доступна в предварительном доступе, опять же, на ПК. И некоторые игры, которые вроде как должны были выйти в 2020 году, но выйдут в 2021. Увы, так сложилось. Многие могут обратить внимание, что в этом списке есть Fly Simulator. Здорово. Но проблема в том, что, опять же, по каким-то причинам, ровно так же, как и Gears Tactics, игра выходит на консоль позже. И в этом случае получилось так, что на консоль Xbox One она не выходит вообще. Хотя анонс данной игры был именно во времена восьмого поколения. Да, понятное дело, что на восьмое поколение игры уже идут еле-еле. И этот графонистый симулятор очень вряд ли бы потянул в играбельном качестве. Но все-таки как-то обидно. Crossfire X, который также в этом списке, лично у меня никаких надежд не вызывает. Я понимаю, что сюжетка будет от Remedy, это некий знак качества в плане интересности сюжета. Но играя в эту игру на Xbox One в бету, я бы ее, наверное, сравнил на уровень Warface. И, в принципе, ждать чуда от игры, которая геймплеена как бы не новая, ну, я бы не стал. Psychonaut 2, The Gang, некие сюрпризы от Bethesda могут быть реально неплохими играми. Но, опять же, если смотреть в совокупности, на список. Я, если честно, не очень понимаю, в какой именно игре я увижу ту самую мощь, где пригодятся все те самые 12 тарафлопс, где будет невероятная трассировка лучей, да и вообще, где появится тот самый Next Gen. Также, если присмотреться, внизу можно увидеть список игр, которые получат некий дополнительный контент. Это здорово, особенно для фанатов. Если дополнительный контент будет по типу того, что был и в Gears 5, то это круто. Мало того, что условно бесплатно, ну, за подписку Ultimate, так еще и весь дополнительный контент в любимой игре, в которую ты играешь по сей день. С одной стороны, плохо, что мы не увидим какого-то Next Gen в следующем году и грандиозных проектов, которые можно ждать с огромным нетерпением. И как бы, а где супертворение всех купленных студий, которые нужно ждать? Студий дофига, а вот крутых игр что-то вот пока нифига. Но, с другой стороны, с более положительной, все это войдет, по сути, на халяву в подписку Xbox Game Pass. Плюс Stalker 2, но его не добавили, скорее всего, в этот список из-за того, что он не является полноценным консольным эксклюзивом, а лишь временным. И, глядя на эту ситуацию, складывается такая мысль, типа, ну ладно, можно подождать. И тут я, на самом деле, начинаю частично соглашаться с теми, кто говорил, что сама идея такой халявы, а именно подписки Xbox Game Pass, она качество будет заменять количеством. Типа, ну окей, у нас нет каких-то невероятно крутых проектов, но зато есть множество средних и как бы на халяву. Но не будем сегодня об этом, потому что это отдельная и довольно-таки сложная тема. Вы, наверное, скажете, а как же Hellblade 2, новая Forza, Fable, где это все? А это все, походу, выйдет даже не в следующем году, но к этой теме я вернусь чуть позже. И теперь плавно перетекаем в тему поддержки Xbox One. Глядя на этот список, скорее всего, вы видите одни из последних новых игр, которые выйдут на восьмое поколение консолей. И уже, скорее всего, где-то через год поддержка новыми играми старых консолей прекратится. Увы. И тут на самом деле майки хитро поступили сдержать частично свое обещание, что мало они будут поддерживать Хуан новыми экзами еще два года. Просто тут как произошло? Два года это все-таки большой срок, и все думали, что в этот срок выйдет и Fable, и новая Forza, и как бы даже на старой консоли все успеют поиграть. Но не тут-то было. Они выпустят в ближайшее время, скорее всего, простенькие проекты, которые были в списке. И в это же время, на протяжении срока частичной поддержки старого поколения, они будут делать игры уже для нового, и выпустят крутые проекты только после 21-го года. И тут они, в принципе, убивают двух зайцев. И слово перед пацанами сдержали, и показали смысл новой покупки Xbox Series. А вообще, такие заявления после всех обещаний майков я начал воспринимать, что это просто офигенный маркетинг. Да, в принципе, маркетинг везде. Который, прежде всего, влияет на некую веру в покупку устаревшего поколения. О чем речь, если люди покупали Xbox One X и ее 6 трофлопс перед самим выходом Xbox Series, в надежде на то, что она получит все новые игры, как и на Xbox Series. И аргумент был, ведь это 6 трофлопс, а я говорил, что консоли будут делиться по поколениям, и, в принципе, оказался прав. И думаю, что майки все-таки к концу 21-го года, они убедят ребят переходить на новое поколение. Вот уверен в этом, потому что как раз-таки после 21-го года мы увидим, наверное, тот самый Next Gen. И тут, исходя из этой темы, вытекает тема игровой индустрии вообще. И прикол в том, что не только команда Xbox пока не может нам в следующем году предоставить что-то новое, качественное и в то же время грандиозное, а вся индустрия вообще. После, пожалуй, последнего игрового события в этом году, а именно The Game Awards, который я благополучно проспал, господи, это был самый верный выбор в моей жизни. Если кто-то тоже спал, то с вас лайк. Просто вас прошу, а какие проекты, которые выйдут в следующем году, вы с нетерпением ждете? Напишите свой ответ в комментариях, поскольку мне реально очень интересно почитать, ибо лично я для себя не увидел каких-то грандиозных проектов и, в принципе, особо ничего не жду. Да, мне интересна Halo Infinite, но интересно она уже мне не как игра, а интересна с точки зрения того, какой она все-таки выйдет. Ибо шума было много, мол, это высокобюджетный проект, это все-таки эксклюзив Xbox, который должен был выйти на старте. В итоге показанным геймплеем всех убивает на Е3, в плохом смысле, на старте ее сделать не успели, и как бы интересно, что получится в итоге. И на мой взгляд, такие ситуации происходят из-за того, что новое поколение вышло слишком рано, есть еще поддержка старого поколения, и студии просто не успевают что-то новое сделать, а если успевают, как тот же Cyberpunk, то, к сожалению, немножко плачевно. Ибо версии для фаток это ужас. В принципе, то, что я опасался ранее, а именно всей этой политики поддержки старых поколений, все же произошло. Пока восьмое поколение висит в виде якоря, мы, наверное, не будем получать какого-то прорыва, поскольку это дорого, и, во-вторых, это занимает очень много времени на оптимизацию. И я очень надеюсь, что многие все-таки перестанут держать вооружение восьмого поколения, и начнут уже в скором времени показывать действительно Next Gen. К сожалению, технологии появляются и развиваются намного быстрее, чем выходят новые консоли, и поэтому видим немножко заторможенный прогресс в индустрии. По сути, те же 60 FPS мы должны были стабильно видеть в восьмом поколении, но нет, мы их видим в девятом поколении, и то опять нестабильно. Очень надеюсь, что 2021 год все-таки нас умеет удивить, хотя бы анонсами новых игр, и надеюсь, что уже в скором времени нам покажут действительно интересные Next Gen проекты, которые во всю индустрию в целом добавят глоток свежего воздуха. Поскольку та стагнация, в которой находится сейчас игровая индустрия, если честно, меня немножко расстраивает. Если что, не воспринимайте мои мысли как нотку пессимизма, это лишь мое мнение, и вообще считаю, что если нас реально что-то не устраивает, мы не должны сидеть молча и просто это хавать. Мы по сути платим за игры, за подписки, и мы в принципе вправе требовать чего-то лучшего. Это знаете, очень радует ситуацию с Halo Infinite, когда большинство адекватных игроков сказало, ребят, тот геймплей, который был показан, это дерьмо, это не Next Gen. Так как если бы это все-таки схавали, глядите, к релизу бы Halo все-таки вышло, и вышло бы такое, как нам ее показали. В общем, надеемся на крутые игры, и надеемся, что настоящий Next Gen нам покажут уже скоро. На этом в принципе все, если вдруг у вас будет какое-то иное мнение на этот счет, пишите в комментариях. Если понравился мой взгляд, ставь лайк, подписывайся на канал, не забывай нажимать на колокольчик. Спасибо за просмотр, и до новых встреч.